Здравствуйте! Прямо сейчас предлагаем вашему вниманию брифинг оперативного штаба Якутии по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Здравствуйте, Ольга Валерьевна, о текущей ситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На настоящий момент санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике остается напряженной и находится под контролем органов государственной власти и органов местного соуправления на территории нашей Республики. На 9 декабря 2020 года выявлено Управлением Роспотребнадзора и зарегистрировано 203 новых случая коронавирусной инфекции. При этом на столицу нашей Республики приходится 99 случаев. Необходимо обратить внимание на стабильное пока еще без снижения выявление случаев в таких районах, как Мегино-Кангалаский, Нюрнгринский, Мирненский. И необходимо обратить внимание на то, что большое количество случаев за последние сутки выявлено в таких районах, как Татинский, Горный, Нюрнгринский, Олегминский и Усть-Алданские районы. Переход заболевания в район центральной группы говорит о том, что основная группа заболевших там, те, кто оказался зараженных, это лица возраста старшего поколения. Еще раз обращаю внимание на то, что непосредственно мы действительно сегодня работаем все в режиме повышенной готовности и в режиме правил соблюдения санитарных в наших школах и дошкольных учреждениях. Но мы оставляем режим самоизоляции для лиц старшего поколения, старше 65 лет. И поэтому, соответственно, от их родственников должна быть полный контакт с точки зрения и полное взаимодействие для того, чтобы они могли совершенно свободно этот режим самоизоляции соблюдать. За сутки лабораториями республики сделана методом ПЦР 3155 исследований. Ну и, как я уже говорила, количество вообще исследований на территории республики, оно у нас сегодня с марта месяца именно лабораторным принципом превышает, составляет 809 725 тестов. Это достаточно высокий показатель, который, в принципе, на сегодня нам дает возможность, исходя из того резерва, из тех возможностей, которые есть в республике учреждений здравоохранения, управления Роспотребнадзора, силы возможностей органов государственной власти, органов местного самоуправления, соответственно, держать эту ситуацию под контролем. В республике также продолжают выздоравливать люди в достаточно большом количестве, для которых у нас на настоящий момент в Оперштаб поступило соответствующее заявление о скорейшем открытии реабилитационных коек постковидного характера в Нюрбинском улусе, потому что это сегодня одно является из востребованных позиций гражданами нашей республики. Сегодня на Брифинге я бы хотела обратить внимание на следующую позицию. Все указания, которые ранее Роспотребнадзора носили рекомендательный характер, на настоящий момент носят обязательный характер. В Оперштаб начала поступать информация о том, что в ряде школ, в том числе не только в районах нашей республики, но и в ряде школ непосредственно столицы нашей республики, школы во второй четверти не соблюдают требования, связанные с ограниченным количеством детей, находящихся в классах. Подобного рода ситуация является недопустима и соответствующее требование Оперштаба будет направлено во все муниципалитеты. Еще раз провести проверку и обратить внимание на то, что требования Роспотребнадзора по ограниченному количеству детей в школах, по обязательному соблюдению разного времени прихода детей в школах является обязательным. Поэтому на настоящий момент я обращаю внимание, в том числе и родителей, на то, что в школы, в которые ходят ваши дети, должны все требования обязательные по безопасности соблюдаться, исходя из требований Роспотребнадзора. Таким образом, мы сможем в том числе и обезопасить целую ситуацию и принимать меры по предотвращению распространения инфекции, особенно перед, в том числе и нашим любимым и единственным праздником, от которого все ждут чудо Нового года. Чудо зависит от нас с вами. Это был брифинг оперативного штаба Якутии об эпидемиологической обстановке в республике. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин